В этот день, 16 декабря 1868 года, вышло в свет первое издание романа «Война и мир». 16 декабря 1894 года в Москве предпринимателем Яковом Щукиным открыт сад «Эрмитаж». В этот день, 16 декабря, родились Василий Кандинский, знаковый русский художник-основоположник абстракционизма, Георгий Свейдов, композитор, автор всемирно известной сюиты «Время вперед», Антон Деникин, генерал, один из лидеров белого движения в гражданской войне в России. Даже начало биографии Антона Деникина – яркая иллюстрация жизни военного сословия в России. Его отец не был потомком князей, не был дворянином, простой крепостной, который дослужился дочином майора и передал служение родине своему сыну. Антон Иванович в 1890 году поступил в Киевское пехотное юнкерское училище, а во время русско-японской войны стал уже подполковником. До 1914 года Деникин сменил несколько мест службы, стал автором многих публицистических материалов. Скажем, он был одним из тех, кто ратовал загуманность к нижним чинам. «Именно на них, а не на генералах, держится русская армия», – утверждал Деникин. Но сразу скажем, несмотря на свою демократичность, этот человек не откажет присяги и на сторону революции не перейдет. Первую мировую Деникин встретил в чине генерал-майора. Он прошел всю войну, получив всего одно ранение, несмотря на то, что, по словам Брусилова, «лез в самую гущу». Во время февральской революции генерал разгромно критиковал Керенского и отрицал идею вульгарной демократизации армии, полагая, что главной составляющей порядки является строгая дисциплина и субординация. Он командовал Юго-Западным фронтом, когда был арестован за категоричную телеграмму, адресованную Временному правительству. Освобожден Деникин был генералом Духониным и уехал на дом, чтобы принять участие в создании добровольческой армии, главной силы Белого движения. Тогда же Антон Иванович упразднил все ордена и медали, считая, что награждать за загипавшую братоубийственную войну безнравственно. Его уже нравственное чувство подсказало, что биться за властью любыми методами недопустимо. В 1920 году этот главнокомандующий вооруженными силами Белого движения на юге добровольно вышел в отставку. К тому моменту вокруг него скопилось немало людей, которые критиковали Деникина, прежде всего генерал Врангель. Вот он-то и заменил ушедшего в отставку. Сам же Деникин, отойдя в сторону, никогда не позволял себе интриговать и злословить. Не мешайте Врангелю, может быть он что-нибудь сделает. В эмиграции бывший командующий с головой ушел в писательскую работу, торопясь зафиксировать для потомков важнейшие события. Его очерки русской смуты в пяти томах, мемуары под названием «Старая армия» и автобиография «Путь офицера» читаются как героические романы. И это одни из ценнейших исторических источников эпохи. При этом, как говорил один из современников, Деникин отвергал любые попытки втянуть его не только в политическую борьбу внутри эмиграции, но и в возобновление вооруженной борьбы против советской России. Но окончательно покинуть политическую жизнь Деникину не удалось. Он принял участие в выпуске газеты «Борьба за Россию», организовал Союз Добровольцев. Осознавая же приближение войны между Советами и Германией, он, вопреки мнению многих белых эмигрантов, занял четко антигитлеровскую позицию. И это несмотря на заявление фюрера, что он станет не порабощать Россию, а освобождать ее от большевизма. Деникин был твердо уверен, что нельзя объединиться с германскими захватчиками, чтобы свергнуть власть Советов. Он не хотел выбирать, большевистская петля или чужеземная ика, но и другого пути избавления Родины от советской власти не видел и не мог дать конкретных технических рекомендаций, твердо зная одно – нельзя идти на контакт с одним врагом, чтобы уничтожить второго врага. Деникин просто верил, что власть большевиков рано или поздно падет и Россия воспрянет. Правительство Советского Союза знало о позиции Деникина и его патриотических взглядах, поэтому не ставило вопрос о его депортации в СССР. Он умер 7 августа 1947 года на чужбине, но всегда мечтал быть похороненным в своей стране. В 2005 году прах Антона Деникина был доставлен на родину и упокоен в Донском монастыре. Редактор субтитров А.Семкин